Здравствуйте, дорогие товарищи! Печень, конечно, это уникальный орган. Она никогда не болит. Прямых симптомов, говорящих о проблемах с печенью, нет. И это плохо, так как нельзя принять вовремя необходимых мер. Но есть косвенные признаки. Так, аммиак печенью превращается в мочевину. И если есть дисфункции печени, то в организме накапливается аммиак и выходит через кожу. От таких людей характерно пахнет. И это есть что? Показатель проблем с печенью. Есть и другие характерные признаки. Я об этом говорил в соответствующих видео. Ссылки на них я вам оставлю. Ну вот, хотя бы определение болезни печени по ногам. В описании под этим видео будет ссылка на весь плейлист. То есть все мои видео по печени. Печень это фильтр организма. Это уникальная биохимическая лаборатория. И это очень крепкий орган. Он имеет высокую способность к регенерации. Но люди едят то и столько, что за последние 30 лет вот такой жизни, общество стало больным. Даже дети. А печень нейтрализует даже яды и частично откладывает их в жировую ткань. То есть жировая ткань это свалка организма. Про антибиотики, химические лекарства или какие-то химические средства от паразита, вроде перантеллы и декарис, я сейчас говорить не буду. Все-таки это видео о продуктах. Но такие проблемы есть. При проблемах с печенью снижается тестостерон, мышечная масса, гормон роста. Гормон щитовидной железы Т3 не превращается в Т4. А он это делает в печени. Более того, и гипотериоз возникает при проблемах с печенью. А неактивная форма витамина Д3 может не переходить в активную. Анализы при этом покажут, что Д3 в организме в норме, а его по факту не хватает. Так как все признаки дефицита налицо. Да, можно принимать, и даже более того скажу, нужно принимать уже активную форму витамина Д3, липосомальную, вот эту самую. В любом случае сейчас у всех людей реальный дефицит витамина Д3 и витамина К2. Но печень вырабатывает и кетоны, и желчь. И без здоровой печени не может быть крепкого иммунитета. В общем, можно рассказывать о печени долго, более часа. Но, увы, сейчас тема о другом. Что же особо вредно для печени? Конечно, из продуктов. А масла, дорогие друзья, масла из семян, особенно вредны. Термически обработанное масло, то есть рафинированное, тогда образуется соединение, вроде ядовитого глицидола, как в пальмовом масле. Видео у меня про это было, вот это. Хотя пальмовое сырое масло не вредно, в том смысле, что там, по крайней мере, нет тяжелых канцерогенов. Так вот, рафинированные масла вызывают воспаление. Особенно рапсовое, кукурузное, подсолнечное, соевое. Ведь это почти всегда целиком омега-6, ну и еще омега-9 жирные кислоты. Но там нет так необходимых нам и нейтрализующих омега-6, омега-3 жирных кислот нету. И тут вы спросите, а какие масла тогда можно принимать? Ну, в салаты или жарить на каких? Я скажу чуть далее. А при нагреве, да, происходит окисление. Причем нагрев-то может быть не только первичный при производстве масла, но и вторичный, когда дома на сковородке вы что-то жарите, скажем, на том же подсолнечном масле. Так вот, тогда происходит что? Еще большее окисление. Это свободные радикалы, это канцерогены, это онкология в перспективе. Я уже не говорю про то, как это масло превращается, преобразуется, выводится из организма. Это проблемы. И это нагрузка на печень. Возникают воспаления в клетках печени. Постепенно возникают воспаления и во всех других органах, тканях организма. У кого-то раньше, у кого-то позже, у кого-то в одном месте, у кого-то в другом. Например, воспаление в суставах. В организме такой жир, чтобы вы знали, остается несколько лет, несколько лет не выводится. И такой жир очень трудно убрать. Да, не пишите, что я что-то забыл сказать или перечислить, или упомянуть, или умолчал еще что хуже. Акцент этого видео на продуктах, а по печени у меня было много видео. И там я сказал все о печени, и все о продуктах, и все обо всех факторах влияния. Единственное сейчас скажу еще про трансжиры. Категорически не потреблять. Трансжиры классически это маргарин. Но есть хитрости маркетологов и технологов, которые и пишут этикетки в том числе. Там написано гидротированные жиры или там гидротированные продукты. Это синоним трансжиров, это тот же маргарин. Это приводит к раку. А что еще вредно для печени? Подпишитесь на мой данный канал. Нажмите под ним на слово подписаться, вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть уведомления, и выберите все видео. Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут и подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, ютуба. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам, всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях, может быть мы вместе поможем наконец-то людям стать здоровыми и активными. А что еще вредно для печени? Безусловно, сахар и все фруктозные концентрированные сиропы. Вредны для печени, безусловно, крахмалы, особенно вареные, кроме резистентных крахмалов. Об этом у меня видео было. Особенно вредны модифицированные крахмалы. Кто-то из вас может спросить, особенно новые зрители, что такое крахмалы? Ну, это вот, к сожалению, то, что люди в основном и едят. Это картошка, это рис, кроме басмати и некоторых других сортов, где нерезистентные крахмалы. Естественно, это хлебобулочные изделия, безусловно. А если это еще и с сахаром, гремучая смесь. Но не менее вредные продукты для печени, которые, по сути, склеивают клетки печени гепатоциты, как и крахмалы. Вспомните, в советское время обойный клей, но делали и варили крахмал. И такими же свойствами обладает молочный белок казеин. Поэтому молочные продукты, но они вредны. Молочный жир не вреден, если он не сильно окислен. Он менее всего вреден из всех молочных продуктов. А молочный клей казеин, да, это клей. Им раньше, в старые времена, да еще и в советские ранние и средние времена, клеили в столярке многие детали. Так, алкоголь это не продукт питания. Кто бы что об этом не говорил, потому я про него сейчас не говорю. А так, безусловно, это пагуба страшная для печени и для всего организма. Пару слов о паразитах. В связи с тем, что недавно вышло у меня аж 4 видео. Это трилогия, плюс еще одно видео на тему паразитов. И вот о писторхе, например, хотя есть и другие паразиты. Просто едят клетки печени, они ими питаются. Естественно, уничтожая печень, вызывая разные проблемы, вплоть до рака печени. В этой связи ссылки я оставлю на эти видео по паразитам и на антипаразитарный набор, который любой просто здравомыслящий человек, ну, кто, конечно, понял, что это единственный безопасный способ вывести практически всех паразитов из организма. Это вот разумно, необходимо. Ссылку на него я вам оставлю. И вот вопрос, а какие масла можно есть? Ну, из животного происхождения сливочное, а еще лучше топленое сливочное, хотя тут есть термообработка, это минус определенный, но плюс там нет в топленом остаточного следа молочного белка казино, в отличие от сливочного масла. Хотя там, конечно, крошечные дозы и сливочные тоже вполне можно. Лучше, конечно, органическое. И только от, если уж коров, ну, которые на свободном выпасе на свежей июльской травке. Это самый лучший вариант. Как сохранить, вы спросите, такое масло? Замораживать, элементарно. Обертывать стретч-пленку, прям вот нужные кусочки там на несколько дней, чтобы вот брать из морозильника в холодильник и потреблять. Если уж так, вот мы если говорим о том, что на чем-то вы все равно будете жарить, то тогда, конечно, на сливочном масле. Можно жарить на оливковом масле, если вы жарите, а лучше всего на кокосовом. Между прочим, при жарке на кокосовом масле практически нет запаха. Такого противного, характерного запаха. А почему? А потому что оно почти не окисляется. Мишленовские повара очень многие блюда готовят на кокосовом масле. Не путайте с пальмовым, тем более с пальмовым, которое прошло варку на местах, там, где глицидол уже сядет, гадость образовалась. А я говорю о натуральном. Так вот, тем не менее, не путайте. Кокосовое масло органическое тоже бывает, не только по сертификатам, но и по правде. Например, в свое время очень серьезно этим занимался. Лично под контроль брал эту индустрию король покойный ныне Таиланда, который очень был серьезным сторонником биоорганической продукции. Его сертификация личная была выше любых немецких стандартов. У нас есть кокосовое масло. Мы его продаем именно с тех плантаций, которые в свое время утверждал, проверял и создавал, в общем-то, ну, с его подачи, король Таиланда. У меня там, ну, знакомые прожили год. Весь цикл познали, видели, не то что видели, жили на производстве, тоже участвовали в этом. И вот именно это кокосовое масло вы можете у нас приобретать. Между прочим, оно и для наружного применения, для жарки и просто для потребления. И это полезный продукт. И оно не затвердевает в организме. Оно тает полностью, жидкое становится при температуре ниже, чем температура тела человека. Кстати, да, те масла, которые не тают в ладони, и, например, шоколад, который в ладони не тает, он не натуральное какао-масло содержит. Кстати, какао-масло просто есть не стоит. Ну, а в составе шоколада, если оно только было сырое, не жареное, как и сыроедный шоколад, кстати, мы его производим. Веганский сыроедный шоколад видов 40, даже больше. Там нет термически обработанных продуктов, поэтому окисленных, прогорклых, и тем более с канцерогенами каких-то компонентов, как и какао-бобы не жарится. Это очень важный аспект. Есть отдельно какао-масло, мы его тоже продаем. Если что, можете приобрести, ссылка в описании. Ну, а какие масла в салат добавлять, вы спросите? Ну, конечно, самое лучшее льняное. По соотношению омега-3 жирных кислот к омега-6. Их там много омега-3, но не путайте вот с чем. Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот 3, АЛК, ЭПК и ДГК. Так вот, ЭПК и ДГК ни в каких растительных маслах нет. Они незаменимы. Они могут синтезироваться из АЛК, когда он преобразуется нашей кишечной микрофлорой в организме. Но это происходит не у всех, потому что есть у многих проблемы с кишечником, дисбактериозное состояние, синдром избыточного бактериального роста и так далее. Поэтому вот в этом есть еще проблема. Это надо учесть. Ну, а что касается льняного масла, сыродавленного, хорошего, качественного, из органического сырья, а не на химии выращенного, оно тоже у нас есть. Я должен про это говорить, потому что люди все равно будут спрашивать, а где это купить. А кто-то сейчас напишет, что вот, продает, поэтому говорит. Я говорю истину, а почему я не должен говорить о том, рассказывать, что мы производим или мои близкие, там, знакомые, скажем, и прекрасные качественные продукты, собственно, которые должны быть в рационе человека, я почему об этом не должен говорить и продавать. Да кто-то должен, а я, значит, нет. Есть такие люди, неадекватные. Ну, идем дальше. Какие еще масла? Кто-то живет в других регионах, южных, скажем. Кунжутное масло, там тоже очень хорошее соотношение омега-3 по отношению к омега-6 жирным кислотам. Можно вполне. Говорю о сородавленном, само собой. Вот. Ну, и кедровое масло тоже вполне. Масло авокадо неплохое. Но там уже, конечно, омега-6 больше в пропорции к омега-3, чем в льняном, например. Но масло авокадо есть хорошее. И даже органическое, кстати, мы его тоже поставляем. Ну, и, пожалуй, органовое масло самое, наверное, дорогое и уникальное. Потому что там есть очень мощный антиоксидант витамин Е в гамма-модификации. И дело, конечно, не только в нем. Профессор Хусейн из Марокко, ну, где, собственно, произрастают дикие вот эти вот леса. Их искусственно не научились еще нигде выводить и ничего. То есть, только в диком виде вот эти маленькие плоды, как орешки, органы, они обладают определенными свойствами, которые, наверное, наука пока объяснить не может. Потому что, например, племя берберов, которые вели, ну, те же условия жизни, что и другие марокканцы. И я говорю о марокканцах не в городах, а в сельской местности. Но разница в том только, это он анализировал, он, кстати, профессор по нескольким кафедрам и еще знаток там пяти, по-моему, языков, полиглотный, умный человек, образованный, интересующийся. Так вот его дядя только 120 лет прожил. А вообще, очень многие берберы жили на 20, 30, 40 и более лет дольше, чем другие марокканцы при тех же условиях жизни с той разницей, что они, марокканцы, с детского возраста, с грудного чуть ли не, им дают вот это, естественно, отжатое, свежеотжатое органовое масло. Вот что-то в нем все-таки есть. По крайней мере, это такая статистика вещь упрямая, а других факторов прямо вот таких кардинальных в каком-то ином образе жизни нет. Поэтому, видите, как, дорогие товарищи, масла, маслам рознь. И вот про сыры я сказал, про на чем жарить тоже сказал. Либо сливочное, либо, значит, кокосовое, что лучше всего. Ну, либо уж оливковое. Да, но не на подсолнечном и не на каких других, а всякие там рапсовые, соевые не потребляйте вообще. Кто бы что ни говорил, не писал, сейчас маркетологи чего угодно напишут. Ну, если хотите совсем изучить эту тему, вот моя лекция омега-3, 6,9 жирные кислоты, можете посмотреть. Так, для печени обязательно ешьте крестоцветные продукты. Ну, то есть, вот различную зелень, такую как рукола. Чем горче зелень, горькая рукола, тем полезнее для печени идет регенерация клеток печени. Ну и, конечно, капуста разная и цветная, и особенно брокколи. Особенно полезно брокколи, вещество сульфорофан, не забывайте. Там есть лекция о брокколи, можно проращивать семена брокколи, они у нас тоже, по-моему, еще есть. И вообще, проростки в плане микрозелени, это очень полезная штука, очень полезная. Редиска и любые виды редьки, особенно черные, очень полезны для печени. Кстати, можно совместить, порезать черную редьку, добавить масло, лучше всего льняного. Ну, немножко можно посолить, каменной солью какой-нибудь, гималайской, либо каменной елецкой. Это прям я идеальный вариант, говорю вам. Ну и есть, потреблять, это великолепная, очень полезная пища. Для здоровья печени, чтобы у нее было время регенерировать себя, ну поймите, вот многие органы перегружены, когда человек ест. Особенно много ест, ну особенно вредная пища, это само собой. На себя первый удар берут, ну поджелудочная железа, она вынуждена вырабатывать много ферментов и гормонов, когда человек ест. И печень, она перерабатывает все это. Соответственно, когда человек голодает, не ест, допереваренные продукты, как говорится, уходят. А эти органы могут восстанавливать в это время себя, отдыхать, ну можем так сказать, отдыхать. Это очень важно. Самая регенерация заложена в природе, но у любого органа, ну вот, для этого нужно дать условия. И поэтому интервальное питание или по-другому интервальное голодание, когда человек ест, скажем, в течение ну 8 часов, там 2 раза или 3 пусть, допустим. А потом не ест 18 часов, ну это называется 6-18, да, то это вот просто идеальный вариант. Лучше не есть после 16.00 по многим причинам. И поджелудочная железа уже не так активна, и пищеварение на ночь, это вещь тяжелая и плохая. Ну а иногда устраивает разгрузочные дни, если нет, конечно, истощения, тотального дефицита питательных веществ, это тоже надо понимать. Это очень хорошо. То есть в природе голодание это запуск, ну как бы регенерация организма, перезапуск, это омоложение. Поэтому, кстати, даже при голодании вырабатывается в большей степени, чем когда человек ест постоянно, все подряд, гормон роста, то есть гормон молодости. Человек остается дольше здоровым и молодым. Это голодание, естественный процесс, но злоупотреблять этим тоже не надо, все с умом. На моем канале вы найдете видео и по сути ответы на все вопросы. Почти на все, на 99%. Ссылки на все то, о чем я говорил, я оставлю вам под этим видео. На видео на все, которые стоит посмотреть и на продукты или компоненты продуктов. И вот у меня к вам еще такой вопрос. Я думаю о двух видео, которые стоит сделать или нет. Первое. Такое название. Продукты, вызывающие усталость. Стоит сделать такое видео? Ну и второе. Рабочее название. Уничтожение природных ресурсов. Гонка потребления. Ну или разумное потребление. Это спасение планеты и человечества. Вот стоит. И на какие темы стоит из этих мне сделать видео? Я подумаю. Напишите под этим видео. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира. От Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!